Привет, мои любимые и дорогие! Сейчас в колее Чи. Зашла на пляж Мэрмарли. Вы меня просили поснимать обстановку на этом пляже. Вот я снимаю. Один лежак стоит 30 вир. Такой воздух хороший. Мамочка, а как хорошо. Прохладненько сейчас. Сегодня просто так. Представляете, сейчас встретила случайно свою подписчицу. Как вас зовут? Меня зовут Диля. Я из Узбекистана. А здесь живете или отдыхаете? Отдыхаю, живу. Сделала вид на жительство до марта. До марта. Ну, на год, правильно? Да, да. Меньше же нет. А где поселились? В Каличи. Там отель. Там живу. День по 70 рублей. Ой, по 70. Лир, я тоже рублей говорю. Вы не переживайте. Это нормально. Это все так говорят. Если не секрет, для подписчиков. Сколько стоит завтрак? Завтрак 45. Это завтрак и 10 или 12 не с кафе. Чай входит. Чай входит в завтрак? Да, такой скромненький. Ну, они все такие. Главное, здесь место. Место. Потому это, конечно, это за место. Очень красиво здесь. Воздух такой, мамочка. Красотища такая. Приятно было познакомиться. Да, мне тоже. Хорошего вам отдыха. Берегите себя, да? Сильно там не ходите, там где людно. Я всегда так делаю. Я до вируса всегда одна хотела. Не любила толпу. Ага. Хорошо. Все, значит, у вас все нормально. Да, приезжайте. Все-все приезжайте. Раз в году надо отдохнуть для себя, для души. Вот. Здесь прекрасно. Райское место. Да, это правда, что райское место. Но только аккуратно. Да, да. Было приятно познакомиться. Спасибо большое. Я вас люблю. Побегу, побегу. Да, обожаю вас. Пока-пока. Пока. Так, вот там, видите, какой большой ресторан. Большой-большой, длинный-длинный. Вы тоже здесь первый раз? Я была здесь. Я уже ужинала один раз. Здесь, да. Здесь красивый вид, конечно. Да. Как вы это снимите? Много народу приедут из России отовсюду, да. Ой, артистка. Спасибо вам большое. Хорошо. Вам спасибо. Хорошего отдыха. Берегите себя. До встречи. Так, видите? А это если вы все приезжаете, так я хожу по улице, а меня только ловят. В том году так было, по крайней мере. Поэтому, понимаете, мне приятно, когда вы приезжаете. Это не то, что я такая злюка. Не едьте. Я вам показываю, Анталию, но вы не езжайте. Нет, мне приятно, когда вы приезжаете. Потому что у меня иногда было за один день четверо моих подписчиков просто меня ловили на улице. Но, понимаете, мне же хочется, чтобы вы здоровые были. Поэтому, даже не знаю, что сказать. Моя натура, да, все-таки переживает за... Я все-таки переживаю за ваше здоровье, поэтому говорю, чтобы вы не ехали. А у вас есть голова на плечах. Смотрите, какая сосна? Все, Юля, хватит лекция. Сосна дарите это. А то же забылась ей. Опять забылась. Последние новости. Я забываю вам сказать, что я открыла новый канал на украинском языке. Кто разговаривает на нем, кто любит слушать, пожалуйста, подписывайтесь. Называется «Украиночка у Туретшини». Например, я снимала Трабзон. То есть, часть материала пошла на «Украиночка у Туретшини». Часть пошла сюда. То есть, они не перекликаются. Кому интересно все-таки побольше узнать о Трабзоне, заходите на канал. Я думаю, вы поймете украинский язык. Он не такой тяжелый. Но это мой родной язык, знаете, и мне захотелось и на своем родном языке рассказывать людям о чудесном городе Анталии, о Турции. Я уж, понимаете, на украинском «Туретшины» и я такая «Юля, Туретши, Туретшины» и «Как правильно? О Турции». Ну, то есть, мне будет приятно, если вы подпишитесь и будете заходить и смотреть видео. Спасибо. Такая объявка. Еще с этого ракурса покажу, какая обстановка сейчас на Мернерли-пляже. Какой сейчас ветер шикарный. Я просто обалдею. Всем привет. Вы знаете, иду и просто плавлюсь. Сегодня такая жара. Это просто невыносимо. После Трабзона ты такой «Мама, я хочу обратно». Не, я люблю Анталию. Я люблю Анталию. Но, честно, очень жарко. Ой, просто такой воздух. Еще и горячий, знаете. Вообще, дышать тяжело. Знаете, так интересно. Я вышла с церкви, и там так хорошо. Так прохладненький такой ветерочий, вкалечий. Все. Вышла сюда, и такая жара сразу. Я не знаю, почему. Ну, то есть, как бы, там, может, немножечко, видите, вниз идет. Может, ближе к морю, как бы, уровню моря, скажем так. Потому что, ну, прям, разница в нескольких градусах прям ощутима. Там, ну, ой, похолодало так хорошо. А сейчас опять то же самое, жара. А, да. Тыщики, да. Да, людей очень много. Очень много. Очень много. Я просто, знаете, еще после Трабзона не могу отойти. Жарко. У меня, как всегда, что-то происходит во дворе. Да, вот так перевозят мебель. Ну, по ходу, там ремонт, наверное, делают. Какие-то строительные материалы. Переносит. Да, там, наверное, будут что-то новое застраивать. Так, видите, как дорогу сделали? Только частично почему-то. Сюда решили не надо. Это не есть большой проблемой. Но, если идет дождь, то здесь такие лужи, потому что нету нигде, видите, где вода уходит. Очень медленно. И будет такая грязь, что мама не горит. Но, может, они еще будут делать. Что-то я сомневаюсь. Всем привет. Итак, любимая Анталия. Вернулись. Ничего не поменялось. Также много людей накопал ее. Также маски на бороде носим. Ну, как бы, зачем? Нет, есть, что нормально носит, есть. Но все реально очень сильно расслаблены. Все, я даже не знаю, что вам сказать. Потому что нечего сказать насчет этого. Видите, продается все, как обычно. Скидки, и берем, уже вниз поставили. Знаете, как же видно, не видно так было? То они же прям спустили, чтобы всем было ясно, что это скидка. Да, еще на русском удивительно, что они написали. Хотя, да, кстати, почему здесь не пишут? Раньше писали. Ну, видимо, туристам малых садов уже не заморачиваются. Они просто знают, что туристы понимают имбирин, дискаунт. Ну, все. Я имею в виду славяне. Все знают, какие нужны слова смотреть. Хотя не всегда там, где пишут имбирин, будет как раз-таки имбирин. Вы знаете, уже так хорошо. На солнышке еще, ну, как бы, жарит. А вот сейчас я иду, между домом такой ветерочек. Вообще сказка, просто сказка. Магазин обуви. Удивительно, что нет толпы. Это у них редко бывает. Обычно всегда толпа. А, поэтому здесь кафе. Видимо, девочки идут смотреть сандалики. А мальчики себе садятся на кофе. Вот я смотрю, здесь всегда был магазин только телефонов. А сделали вот по-новому. И, мне кажется, лучше торговля пошла. Бро. Когда-то был вход, нормально заходить. Сейчас только вот так. Судем, как всегда, 20 лет. По 15 у них. Есть и простое что-то. Есть и синтетика. 15, тоже 25. Это как раз по 10. Ну, тут всегда самое дешевое. Ну, не знаю, или его можно носить потом. Оно так, в принципе, цена. Имберин тоже всегда имберин. Вот это кафе, смотрю, расширяется. С каждым днем все что-то добавляется. Значит, приходят люди. Белеклик. Белеклик – это браслет. Белек. Вы скажете, Юля, белек, белек. Да, Белек, белек. Да, Белек. Ну, Кимер, да, легко запомнить. Кимер – это вообще пояс. У меня есть видео в клилисте Кимер и его окрестности о Кимере. И я объясняю, почему так называется, от чего произошло. Ну, вам легко запомнить, потому что Кимер – это пояс. У меня иногда, знаете, у нас шеф был Кирем. Я все время Кимер. Я говорю, думаю, Юля, не Кимер. Кире, Кирем. Не пиши надо словом. Ну, Юнус, например, это Тиль-Тиль. Да, у них, в принципе, все имена – это что-то значит. Кто-то Ромашка у них, кто-то Победитель. Кто-то… Ну, стол – нет. Я не слышала Маса по-турецки. Стол – свое имя такое было, нет. Потих – победитель, вот это я знаю. Сумки там, там очень много. Там, в принципе, даже неплохой выбор. Смотрите, меня такой большой тоже снимала, как магазин. За день должна набрать 584, а набрали только 13. А в чем измерение, я не знаю, как. Ну, я не думаю, что в литрах. А может, в литрах. Поехали на роликах. Глупцы. Ой, да, все-таки лучше всего на велосипеде. И зимой, и летом в Анталии. Катайся, сколько хочешь. Да, у тебя Юля стоит в велосипеде. Да, у меня стоит в велосипеде, потому что Юля трусиха. И она просто стоит, пока сын не приедет. И на нем не поедет. Вот, видите, в масках молодцы. Я уже постирала свою два раза. И она мне, знаете, так вот это все лезет мне вот в рот, в нос нехорошо. А другие маски все большие. Ну, они просто смысла нету. Они висят во мне. И что выдали бесплатно. Вот самая лучшая, та, что я покупала все-таки в Алиэрскан. Вот зря я еще не купила, а сейчас они уже такие не продают. Очень удобная была. Так, золото, серебро. Лапа джинс, как всегда, ассортимент огромный. Можно даже не смотреть, я знаю, там и цены такие хорошие, ассортимент большой. Ну, вот базар, смотрите, видите. Хлопти между собой болтают. Все. Людей нету, поэтому цены на еду. Продают эти кактусы. Девочки мне написали, Юля, не бери, не трат денег, потому что они не какие. Просто не какие. Поэтому я и не буду. Кончится пост, и я мороженое возьму. Это, заобещаю, обещаю себе. 70 лир платьишко. Красивый. Я помню, вот это кафе, когда только открывается, не кафе, а сама вообще фирма. Потому что обычно, я замечаю уже, если фирма какая-то открывается, как это она называется, того к Дуниасе, то они сразу во всех точках открываются. Нет, это такое, что одна точка, потом вторая. Нет, они практически на протяжении недели во всех районах, ну таких районных центрах, что я говорю. Ну, во всех районах Анталии открывается. Вот. Что? И это. И они делали акцию возле Мигроса. Я, кстати, даже запись вану с девочками. Возле Мигроса. И вот раздавали бесплатно. Мы так наелись, мы так насмеялись, мы так натанцевались, потому что там еще и дискотеку включили. Это называется, девочки пошли, ну, просто на стрелку в 5 Мигрос. Выбрались и как раз попали. Ну, тогда там остренькое такое раздавали, но все равно вкусное. А так в Туниасе я люблю мясо заказывать в грибном соусе или куришку с грибным соусом тоже. Там грибочки дают. Но что-то мало, вот знаете, порция мне мало. Скажите, Юля, там такая большая тарелка нарисована. Ну, тарелка-то большая нарисована, а мяса мало. Ой, смотрите, никто еще не опадает, ну, не собираются они падать. Ну, что ты с ними сделаешь? Ну, давай, смотри, кричит мой подписчик. Олнарду шьерму? Олнарду шьерму? Йок-йок-бангечка лырум. Буду шьерму? Мы не понимаем, о чем я. Ну, когда-то что-то да упадет. Все-таки мы возьмем и посмотрим, что там в серединке. На полу ничего нет. Видимо, все собираются. А может, никто и не падает. Это ж на яблоке, Юля. Это на яблоке, но не падает. Ой, так, курс доллар 7,319. Это чтобы сдать. 7,455. Это чтобы купить. Евро 8,639, чтобы сдать. И чтобы купить 8,765. Растет просто не по дням, а по часам. Я числа, я точные цифры не помню, но мне кажется, что растет. Ну, да, Юля, когда-то был доллар по 2 лиры. То, конечно, растет. Вон такар. Я иду по сокращенному пути. Да, можно пройти вот ли цветочков. Но я решила чуть-чуть поближе сократить. Еще нет 6 часов. Уже рыбу приготовили. Уже смотрю, убирают. Ну, в принципе, убирают еще утром общую территорию. А, видимо, уже конкретно каждый бар уже сам под пудем убирает все. Как всегда, мотоциклисты. Вот здесь часто я вижу, что люди заходят, им нравится, потому что, ну, такое, знаете, не всюду есть такие. Конечно, есть, но как-то чем-то отличается этот магазин от других. И, кстати, я его даже ни разу не снимала почему-то. Это Эбру. Ну, как? Я не думаю, что прям Эбру на плитке делали, но в стиле Эбру сделано. Нет, это, ну, они не могут там. Хотя, я уже не знаю. Ой, какая машина едет. Ой, кто угадает, что это за машина с Левой? Сейчас будем угадывать, сейчас мы сзади посмотрим. Едешь, не понимаешь, что это за машина. Так, смотрим. Все, я не умею читать, что это. Это пиогиот. Короче, напишите, девочки. Я знаю, что вы все знаете, кроме меня. Что-то такое пишет. Я думала, здесь Лева будет написано. Это Аслан Крал. Да, это король Лева. А это что-то такие, какие-то пингвины пишут, и все. Я не знаю, что. Не может быть и Лев нарисован, а ферма пингвин. Ну, как? Уж не бывает. Мы невесты встретили. Ты прикол, сын? Как сейчас, ребёнка. Как нам повезло, повезло. Да, всем нам, всем, девочкам, кто сейчас смотрел на невесту, всем повезло. И походу потерявся, хлопцы уже нашли, куда ехать. Вы скажете, что здесь невеста с женихом делает? Фотографирует самих любимых точек фотографирования. Не знаю, почему. Сколько я не иду, всегда кто-то стоит здесь и щелкает. Что это означает, понятия не имею. Ну, вот там, возле металлических дверей, и вот здесь. Да, и часто можно встретить свадебные пары. Они, когда они не замуж, что какой-то другой день, может, именно в день свадьбы они едут, каличьи фотографируются. Потому что, ну, здесь красивые виды. Даже у меня знакомая, она фотограф, я её видела, говорит, а, Еле, привет. И вот здесь фотка, говорит, конечно, самые красивые виды. У нас опять митинг. Не знаю, какую-то женщину показывают. И вот там, видите, целый отряд, два даже, отряда полицейских. Через дорогу. Мне кажется, толпы даже меньше, чем полицейских.